Это отрывок церемонии награждения 48-летнего ствероказахстанца Марата Житпизбаева. Мужчина стал призером Европейского чемпионата среди спортсменов в своей возрастной категории. Занял второе место по плаванию на дистанции в 50 метров. Тогда жители Петропавловска вместе с другими 15-ю членами сборной Казахстана, которая завоевала 12 медалей, попали в объективы телевизионных камеры одну из газет Великобритании. Именно там, в городе Оксфорд, в конце августа проходил чемпионат. Но необычная для людей после трансплантации на диализе. В 2004 году почки отказали. Полтора года на диализ ходил. В Алма-Ате лежал. Хотел там оперироваться. Пересадку хотели делать. Потом с нашего же города девушка тоже с этими проблемами звонит. Ну мы как общались все, кто с заболеванием почек. Я говорю, в Китае приезжай. Я говорю, у меня пока нет финансов. Тут все мы сплотились. Квартира была однокомнатная. Продали ее, родственники помогли. В общем, мою сумму собрали. Я в 2006 в январе уехал в Китай. И там прооперировался. Улучшение пошло. Все нормализовался организм. Ну и как бы я начал заниматься так. Плавание, теннис. Такой легкий вид спорта для себя. Этими видами спорта Марат Житпизбаев начал заниматься еще в юношестве. В 2019 году северказахстанец узнал об общественном объединении трансплантированных больных у Мертенесе. Оно пятый год проводит республиканские соревнования и формирует сборную страны для участия в международных состязаниях. Марат Житпизбаев дважды достойно выступал как пловец в Казахстане. А в этом году в составе отечественной сборной побывал в Англии. Северказахстанец признается. Не ожидал, что займет второе место. Команда, в которую попал Марат Житпизбаев состояла из людей, перенесших трансплантацию сердца и почек, а еще четверых спортсменов на диализе. Моя семья 100% меня поддерживает, потому что они рады, что я остался жив. Бывает потухает человек в нашем городе, в нашей области, кто после трансплантации как бы участвовать надо в спорте, развиваться. Это моя просьба и создавать нашу команду. И кто на диализе находится, они тоже могут участвовать. Какой вам вид спорта нравится, потихонечку как бы заниматься этим. Хочется, чтобы в нашем управлении спорта обратили на нас именно внимание, как бы помощь какая-то нужна, чтобы тренироваться. Потому что занятия по плаванию с тренером стоят денег, как и поездки на соревнования любого уровня. После трансплантации почки Марат Житпизбаев стал иначе смотреть на проблемы. Главное, считает мужчина, это здоровье и человеческая жизнь. Вот в чем, по мнению сироказахстанца, состоят истинные ценности. Дарья Пашмынцева, Казбек Рыгбаев, МТРК.